Дорогое собрание из Евангелия Луки, с 22 главы, прочитаем с 28 стиха. «Но вы прибыли со мною на пастях моих, и я завещаваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Доедите и пьете за трапезою моею в Царстве моем, и сядете на престол осудить двенадцать колен Израилевых». Тема «Все, что совершил Господь в нашем мрадстве, меня на сердце Слово, Царство Божие и пища, и питье». Такая насущная тема для сегодняшних дней. Господь Иисус заканчивает служение, совершает хлебопреломление, в котором мы участвуем, и полагает основание Дома Духовного Церкви, без пятна и порока, как написано в Ефесянам 5 главе. «Вот все пятна – омовенью кровью. Вся ваша внутренность – сокрушение, распятие каждый день, и наполнение полнотою жизни Христовой, тела Его». Он потом и назовет «Церковь, вы – это тело мое». Почему он так назовет? «Ничего своего там у вас нету, сокрушено, распято, смиренно, а только то, что Христово и Божие». И тогда он глава церкви. Весной слушали Евангелие от Луки Петра Францевича, Янцина. Ну, как-то, в общем, уже Библию давно читаю. Ну, как-то по-новому открылось, что в Евангелии от Луки мысли. Не имеем права жить для себя ничуть. Как-то по-новому так сильно открылось, что как будто первый раз прослушали Евангелие от Луки. Но, братья и сестры, кто-то сегодня задаст вопрос, как «все для Царствия, а для себя ничего?» Ну, открывайте еще раз Священное Писание. Братья и сестры, ничего. Это мы выкраиваем своей рукой дерзкую, но Писание ничего не оставляет. И когда Иисус ходил проповедовать Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Так это же мы, покаянные, верующие, крещеные. Но он начал с каких слов? «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие. Потому покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот где начинается наш с вами духовный путь? Покаялись – хорошо. Приняли крещение – хорошо. А теперь? Ну, теперь посмотрю, чем заняться, куда мне двигаться. Ты опоздал. Почему? Ты покаялся, потому что приблизилось Царствие Божие. И когда ты вышел из воды крещения, оно тебя уже объяло и сказало – вы не свои. Дальше только Господень путь и воля и дело Царства. Его оставлено тебе на этой земле. Больше ничего не оставлено. А что же буду есть и пить, и во что одеваться? Первая же проповедь Нагорная, Матвея, 5, 6, 7 глава. Ищи Царствие Божие, Господь говорит. Я тебя одену лучше, чем лилию, чем Соломон одевался. Я тебя одену. Ищи Царствие Божие. И в 13 главе Матфея мы читаем 7 притч. Тема Царствия Божия, Господа, большая, большая, братья и сестры. 7 притч, 4 рост. Вопрос, братья и сестры. Мы сегодня видим, что Царствие Божие, праведность и святость и истины растет. Я сразу услышу множество противоречий. Не, ну ты посмотри, ты посмотри. Да я смотрю, братья и сестры, я открываю Писание, смотрю, растет. Говорю, аминь. А как его увидеть? Глазной эмажью, представитель Ладыкийского последнего времени, помажь глаза – увидишь. Что Дух говорит церквам – услышишь. Дух Святой будет говорить о Царстве Божьем в последнее время, особенно еще громче, нежели раньше. Братья и сестры, суть не в том, что растет или не растет, не по нашей оценке. С нами что-то происходит. У Господа свои планы идут, как должны быть до Его пришествия. Это у нас что-то внутри, здесь сердце меняется. И вот Господь просит в этой притче Матфея 13 главе – «А теперь продай все и купи жемчужину». Все, все, все. Приобрети вот это сокровище, все продай, что имеешь на этой земле, которая зарыта на поле. Братья и сестры, в чем суть Царствия? По-людски сразу, вот это много всего чего. Нет, подождите, а по Писанию как? Римлян 14, 17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Праведность во Святом Духе прежде всего. И вот мы с вами сегодняшние дни, воспоминания братьев, которые страдали, мучеников, всех событий. Да, это наш святой долг. Но переживания в сердце у меня какие, братья и сестры? На сегодняшний день бесед о личной праведности достаточно? Да, достаточно, слава Богу. О жизни праведной в семейной жизни достаточно, да. Вчера слушали, благодарили Бога, умерялись сердцем. Есть такое? Есть. Дает Бог благодать? Дает. Братья и сестры. А еще какая праведность? Герой Стантеевна, на последнем совещании, за две недели до того, как Господь забрал его на небо, слабеньким голосом, но говорил все правильно. Говорил о совете, стратегическом планировании. А что это такое? А есть еще стратегические вопросы, касающиеся пути, позиции независимого служения, свободы Христовой для Церкви, чтобы она росла с детками, благовествовала, издательство и так далее. И чтобы этот путь продолжился и другим союзам в помощь, чтобы стали на путь очищения, священия, свободы, независимости. А эта мысль была Герой Стантеевна на последнем-последнем слове, о котором он говорил больше часа на том совещании. Братья и сестры, вот где мои переживания. Есть еще праведность церковной жизни и позиции. Но если Церковь соединяется в какой-то общий союз для совместного труда, уже рождается понятие братства, которое апостол Петр так и пишет. Братство любите. Это союз церквей, которые любят праведные Божьи пути святости и истины. Друзья, дорогие, и вот мы с вами, покаянные, уверовавшие в Евангелие, принявшие крещение, и теперь на нас возложена ответственность. Трудно над этими позициями и путями. Подвязание. Цена их, братья и сестры. Какая цена этих позиций? И продолжение этого пути. То, что нам отцы наши передали. Я вас очень хорошо понимаю, границы открылись. Я очень хорошо понимаю, что дороги ровные машины и вовсе концы земного шара. Понятно, братья и сестры, такое пришло время. Но у меня вопрос, когда приезжают оттуда из далеких дорог, из-за границ, что вы там видели, где вы там были, а какой там путь духовной жизни, какие там духовные позиции. И, братья и сестры, рассказывают, ну, за христианский вид, за строгость, за комфорт, а за духовную сторону нет разговора. Ни глаз острый, еще не отточенный, вот не чистый, не видит, не различает. Иногда задают такой вопрос. Скажите, вы вот отсюда оставляете, едете туда, там уже будете жить. Понятно, отчего духовно вы отсоединяетесь, и к чему другому духовно вы там присоединяетесь. Оказывается, для молодежи, для молодоженов этот вопрос совсем не под силу. Братья и сестры, почему? Почему? У меня вот большая тревога на сердце. Разве мы не научены отцами нашими, ну, вот, дорогая Кишиневская, вторая церковь, разве мы с вами не беседовали 17 вторников подряд на эту тему? Да, беседовали, еще отдельно с молодежью беседовали. Если готовы послушать, мы еще побеседуем, друзья дорогие. Но вы же деток будете иметь, будете иметь внуков. Их путь, их судьба, их понимание духовных путей и позиций. Какова? Вы хотите, чтобы им было хорошо? Да, я желаю моим внукам хорошо, уже 23 внуками, и очень желаю, братья и сестры. Зависит от нашего с вами сегодняшнего духовного состояния. Где наши ноги стоят, на каком пути, в каких позициях. Оставим эти святыни. Господь допустит резкие исторические перемены, все поменяется. И то, что мы планировали детям и внукам, оказывается, растает в один день. Ввиду краткости времени, друзья дорогие, я только некоторые черты хотел напомнить из этой большой-большой беседы по истории. Некоторые моменты. Где начинается наш путь истории? С 1905 года. Почему с 1905 года? Потому что русская делегация баптистов, пробуждение по всей России, еванализация пошла. Поехали в Лондон на съезд. Первый съезд всемирных баптистов. Ну, поехали как русские. Рубашка на выпуск, косоворотка, подвязанный. Ну, как с Россией люди. Там на них посмотрели. Слушайте, ну, вы весь европейский вид портите. Ну, купили им костюмчики, посадили их в ряд. Ну, вот так хорошо. Но им не только одежду поменяли. Они поехали, читая в простоте сердца Евангелия, братья и дорогие. Давайте не ходить на фронт, не воевать. Мы вот так читаем искренним сердцем. Написано, нельзя проливать кровь. Как вы думаете? Как принял весь всемирный баптист такое предложение? Им и вразумляли, и объясняли, что уже 300 лет, как баптисты, все ходят и воюют. Вы просто не поняли, не дочитали, вы немножко отстали. Вас надо переучить. Ну, и вернулись, братья, с другим пониманием. Вот там начинается история. Какая история? Которая требует приложить сердце и исследовать, и разбирать, и вникать. В 1906 году поменяли вероучение, записали. Надо брать урожить на фронт. Да прошло несколько лет, началась Первая мировая. И братья всех отправили. У вас же написано, написано, ну, давайте в окопы. Так не только в окопы, а в могилы сколько ушло? Где эта статистика? И вот на каждую страничку за страничкой надо вникать, дорогие друзья. После революции 17-го года наступил 1922 год. Чем он знаменательный? Борьба с религией. Тут только издали декрет, что не надо служить в армии. И тут уже в этом же году была издана секретная инструкция спецотдел ЧК по борьбе с религией, начал свою работу. Тут же, братья и сестры. Но в 1922 году уже разгромили и синагоги, и армию спасения, и православных, и кого еще перечистили, всех разгромили. Но интересно, вот вынимаем документ. В 1922 году русский отдел общества Иисуса получил разрешение открыть свой отдел. А что это такое русский отдел общества Иисуса? Это иезуиты. Так подождите, а при чем иезуиты? Это же времена инквизиции, папы, казни. Да-да-да, это ужасы Средневековья. Так подождите, здесь же идет борьба с религией? Ну да. А почему в разгар борьбы открывает это общество? Вот, братья и сестры, чтобы получить ответ на такие простые вопросы, уже надо сесть, посвятить время и начинать разбирать страничку за страничкой, пока Бог даст ясность. Документ Фетлера недавно мне в руки почитал с удовольствием. Он пишет, что мы никак не можем вмешиваться в политические вопросы, потому что политика занимается экономическими проблемами, материальными, телесными, а мы, служители духовные, занимаемся спасением души. 1924 год. А что произошло, братья и сестры, в 1926 году? А мы сотрудничаем с государством. А в это время Фетлера перед революцией, когда выслали в Америку, он еще немножко удивлялся. Чему удивлялся, братья и сестры? Когда познакомился немножко с американскими богословами, они сразу ее поставили высоким преподавателем. Да, по способностям духовного труда он был высок, известен. Через некоторое время он обнаружил, что они не верят, что Библия написана Духом Святым. Он начал спрашивать более подробно всех своих коллег, преподавателей. Скажите, вы вообще верите, что Иисус Христос воскрес? Они улыбаются и говорят, да нет, ну это уж слишком. Мы так вот читаем, рассказываем, они пишут. Тогда он собрал большое собрание, сказал, братья и сестры, кто верит, что Христос воскрес и Библия написана Духом Святым, давайте со мною. Мы помолимся Богу и начнем новое дело, новый путь. 20 студентов вышли за ним, остальные сотни остались. Это был еще 1926 год. А вы слышали, чтобы с тех времен в Америке были покаяния преподавателей, что они не верят в воскресенье Иисуса Христа? Вы скажете, не слышали, я не слышал. Ну, может, мало читаем, может, мало вникаем. Но я подвожу вас к тому, что должны, друзья дорогие, тщательно, серьезно, с ответственностью, судьбоносной подходить к любому вопросу. К любому вопросу. Особенно сейчас, когда без оглядки едут, шагают, устраиваться. И, ну, показывают больше материальную сторону. Да я открываю Писание, говорю, да не пища пятие, царство Божье, как оно у вас там? Идет ли кропотливая работа день и ночь, выяснение? Где же я нахожусь? Где путь моих детей, внуков? Где он продлится? Фетлера не пускали в Россию, друзья дорогие. И в 30-е годы, когда начались аресты, по делу связи с Фетлером, у него были связи с братьями, было 126 братьев арестовано расстреляно. Как так чекисты высчитали, что такое Фетлер, разделение Кесарева Божьего, что этот огонь надо тушить? Почему братья тех времен не поняли остроту этого вопроса, не остановились, не покаялись и не пошли на соединение Кесарева с Божьего? Но чтобы заняли ту позицию, которую Бог открыл Фетлеру. Сколько встает вопросов, дорогие мои? Сколько встает вопросов? Когда-то мы с вами немножко знакомились с письмом Каргеля Ивана Вениаминовича. Оно такое небольшое письмо. И вот здесь он на фотографии. Стоит дедушка, где мы посетили. Хотели найти ту сосну, где он стоял под этой Библией. Потому что та избушка еще стоит, где он жил. А через дорогу такой сосновый бор небольшой. И он там с Библией проводил время. А как вы думаете, сколько лет ему было, когда написал вот это обличительное письмо, обличающее и съезды, и путь ошибочной бои к Союзу? А ему же было 82 года. Сегодняшняя молодежь, которая любит развлечения и прочие виды занятий для плоти, могли бы сказать, дедушка, да ты бы уже съедел и рыбу где-нибудь ловил. Как 82 года разбирать духовные вопросы, братья и сестры, кто куда направил свой путь? Кто к пищу и питье, тот пенсию и ЖД, да, на озере будет. Кто в духовном труде? Господь того употребит до последних дней, как употребил Михаил Иванович и Геннадий Статинович до 80 лет. А в это время, друзья дорогие, когда ему исполнилось 88, в 37-м году закрыли в подвал. Там только был сырой пол цементный. Не было ни стола, ни кровати. Продержали 17 суток там старца. А как отдохнуть хоть немножко? И Господь уже забрал вскоре к себе. Несколько месяцев прошло, и в январе 38-го года, рядом же в сумской тюрьме, его дочь Елену вывели на расстрел. Я смотрел протоколы допроса Елены, да, нашли, братья и сестры. Кто в церкви проповедник? Не скажу, подпись. Кто прослужитель? Не скажу, подпись. Сколько членов церкви у вас? Не скажу, подпись. И в конце приговор следователя расстрелять. За какие позиции они стояли, отдавали жизнь, терпели, страдали? За какие, братья и сестры? Как я смотрю на цену этих позиций? Вот какой вопрос, друзья дорогие. Насколько мы внимательны с вами к событиям, которые были у нас с самого 61-го года до сегодняшних дней? Кто преклонил сердце свое подробно с Писанием в руках разобрать духовную сторону каждого события? Я только назову два события, друзья дорогие. 72-й год, молодежь больше помнит, да, это смерть Вани Моисеева. У вас может быть вопрос, а для чего Бог допустил? Да, непростой вопрос. И жертва непростая. Когда, вот уже было вспоминено, в 66-м году арестовали майскую делегацию, понятно уже почти, руководство все, и Геннадий Статин, Чебатурин, Хорин, Винц, все-все были закрыты. Ну, братья собрались на совещание, но уже встали голоса известных времен, ну, тех имен, которые больше старикам известны, молодежи неизвестны. Братья, что это за путь? Через лагеря, через страдания, через смерть, давайте другим путем. И когда братья в 70-м свободе собрались на совещание, то эти голоса подняли уже на совещание. Давайте избирать другого председателя и другой путь. Пойдем по домам, с семьей будем, на работу устроимся, ну и пойдем так благоговенно помолимся Господу. Зачем вот эта борьба и страдания? В начале 71-го года этих братьев вывели из совета церквей, как непонимание пути. А в 72-м году Господь допустил смерть Вани Моисеева, чтобы сказать всем, для которых в Царство Божие пища и питье, вы не правы. Царство Божие – это страдание, это несение креста, это жертва, это чистота, независимость от властей и от всего земного. Хотелось, чтобы каждый год, каждое событие, каждый срок разбирали, братья и сестры. 85-й год, второе событие какое. Помним с вами, ну, по Кишиневу, по Михаилу Ивановичу добавляют срок? Да. И еще, братьям, добавляют вторые и третьи сроки? Да, добавляют. А сидел правителем кто? Ну, с середины 83-го до начала 85-го, если помните, был такой мрачный человек весь в черном. Да, старики помнили сталинские времена и пугались от того, что он начинал делать, какие водить порядки. Братья и сестры, страшновато было. Да, было страшновато. Что будет? Михаил Иванович умирал в Африканке до последнего вздоха уже и не мог вспомнить то, что нужно вспомнить, хоть отче наш. И силы все кончались. В это время возьмите книгу братских листков, почитайте. Братья рукою веры от Господа написали. Бог дал нам эту свободу не на 25, не на 50, не на 100 лет, а до пришествия Господня. Как можно было писать в такое мрачное, жуткое время? Тут мысль только как бы хоть выжить, уцелеть. Братья и сестры, вот где встреча двух путей. Царствие Божие, пища, питье и как пожить? Победа Господня. Похоронили правителя. Пришел Михаил Иванович живой домой. Дело Божие продолжилось, но продолжилось чистым, свободным, праведным путем. Да, братья и сестры, да, праведным. Ну и заключение напомню только, друзья дорогие. В Иоанна Иоанна 1 глава Господь призывает апостолов. Ну, Филипп, Анафанаила, потом уже Андрея с Петром, потом Якова с Иоанном. Это какие края? Это Галилейские. Это Галилейские. Вот здесь внизу Мертвое море. Сейчас уже ездят в Иерусалим, в Израиле, в географии ориентируются. Да, внизу Иудея, Мертвое море. Чуть выше Самария. А за Самарой идет уже Галилей и Галилейское море. Вот там чуть ниже моря Галилейского Назарет, там Иисус жил. А на берегу Галилейского моря Капернаум, где он поселился в начале служения. Чуть ниже Вифсаида, Хоразин, откуда призывали Филипп, Анафанаила и так далее. А река Иордан течет с Галилейского моря туда, в Мертвое море. Дорогие мои, не будьте беспечны. Не считайте, что весь баптизм, весь протентатив, все христианство идет в одну сторону, придет. Если вы так считаете, без никаких усилий, вы идете по течению Иордана в Мертвое море. Там конец. Где памятник Жене Лотовой, Господь просил, вспоминайте. Вверх по течению, да, это усилие. Да, это усилие, друзья дорогие, молодые братья и сестры. Но там Капернаум, там Иисус, там учение апостолу. Там ваше Ганна Галилейское присутствие Иисуса. Слышите? Если вы хотите обрести истинное благословение себе, детям и внукам, там Ганна Галилейское, да, приложить усилия надо. Надо, друзья дорогие. И вот цена призвания апостола, оставьте сети, лодку отцов, сразу оставили. Смотря какого отца, да. Вот сейчас в Молдаване ездят в Италию на заработки. Соседка наша знакомина, она заходит, говорит, слушай, там одна молдавская семья, дедушка ухаживала. И ему так понравилось. И он, чувствуя, осталась тут неделя жизни, написал завещание. И когда нотариус поставил печать, посмотрел, что дедушка завещал? Миллиард евро. Ну вот сидит семья, значит, и сторожит вот этого дедушку отца, значит, несколько дней с этим завещанием в руках. Вы скажите, а как они себя чувствовали? Ну все, все понятно, да. А, скажите, а если бы в это время пришел Иисус и сказал, оставьте отца завещание, там другие досмотрят, войдут в завещание, а ты иди следуй за мной, ты мне нужен для дела Царствия Божия. Проверьте свое сердце, вы бы оставили. Оставили бы. Или началась такая торговля, что пришлось бы Иисусу переворачивать столы, рассыпать семья. Дай вам, дам сто миллионов, да вы построите сто молитвных домов, да вот так, вот так, вот так. Нет, братья и сестры, с таким сердцем путь не получится. Докажет милость нам с вами Господь, приобщаясь с святыням Господним, я подчеркиваю, с святыням Господним во дне отцов, которые отцы наши полюбили, приложили сердце, страдали, умирали, нам бережно передали, достойно ценить и достойно продолжить дело Царствия Божия. Аминь.